христос воскресе доброе утро времени 5 30 наверное я уже одну проповедь вам прочитал и продолжают наслаждаться соловьем и тихим утром на экране сзади меня на хромакее вот это утро которые я вам записал и соловей которого я записал во время записи этого утра следующий вопрос который мне задает один из наших ангелов заключается в следующем он спрашивает как вы относитесь к фразе льва толстого патриотизм это рабство такое высказываем действительно было ну может чуть-чуть пару слов неправильно я произнес у толстого действительно было и отношусь нормально потому что он их высказывал в то время когда россия созрела от выхода из этого рабства я не сторонник большевиков и большой крови которую они пролили для того чтобы выйти из этого рабства я сторонник кропоткина и его направление что революцию нужно делать чистых перчатках или чистыми руками и поэтому сразу в этом меня поймите но ту ситуацию которую переживал толстой в свое время тоже нужно осознать созревание вот этого можно так сказать разумности народа ее творческое раскрытие конце девятнадцатого начале двадцатого века просто вспыхнуло некие экономические условия были созданы которые созданы тоже не без попытки народа приобрести свою свободу выйти из этого рабства и поэтому эти условия дали возможность даже крестьянам вдруг разбогатеть поиметь большие производства капиталы ну ну просто удивительно как например вам в родниках я всегда изучал историю красильщиков и семей красильщиков где крестьянка анна просто красила ткань можно так сказать в реке потом научилась в ваннах потом размножила эти ванны а в конечном итоге было предприятие которое к четырнадцатому году объединяло восемь тысяч человек ткацкий красильные другие в общем огромнейшее предприятие и ее сыновья в конечном итоге получили дворянство дворянство то есть из крестьян в дворяне через то что ты можешь сделать и такая свобода творчества и такое развитие она многие звало к тому чтобы освободиться от рабства и это рабство превратить в свободу творчество а раз и было какое ну царское то есть вот вот так капиталистическое рабство о котором говорил и и карл маркс и владимир ленин и многие другие плеханов и кропоткин и толстой поэтому они оценивают форму организации государственной жизни как форму рабовладельческую хотя был отменен в это время крепостное право ну а трудовое то правах она такая оставалась восемь часов в сутки нет восемь часов только добились после революции пятого года до пятого года по 12 часов могли в сутки работать рабочие 6 дней в неделю каторжный труд причем чаще всего даже самый каторжный труд был на иностранных производствах которые в большой степени развелись 70 процентов всей промышленности у нас к пятому году и даже после имел иностранный капитал и государство делала вид что но ничего не может с этим сделать но там по видим такие договора были и она не могла повлиять на трудовые основы то есть трудовые порядки в этих учреждениях виде все это толстой и писал что патриотизм это форма рабства поскольку в большой степени вот это все держалось на патриотизме который развивали и развивали вот это чувство царственного достоинства или помазанник божий то есть царе божие развивалась пошли массовой информации средства развиваться книжки появились стали читать рабочие начали грамоте обучаться и эти рабочие действительно очень много вдруг узнали о том как должно жить по-другому и когда это говорил толстой он конечно говорил не для рабочих они уже осознавали там в замоскворечье например был создан огромный центр изучение марксизма кстати изучался как религия вы это вот очень четко поймите что в принципе это вот такое религиозное было ощущение то есть реализации поскольку старообрядцы создали этот центр он замоскоречье при старообрядческой там общине и по полторы тысячи в месяц обучали рабочих крестьян ну всех кто за марксизму как форме реализации духовных правил или духовного закона вера без дел мертва есть вот он написал как это и старообрядцы они его взяли себе на вооружение в том числе и для развития тем не менее у действительно старообрядческие капиталы составляли в это время стране был большой большую часть до 60 процентов всей торговых как я читал значит бизнеса держали старообрядцы ну и промышленника тоже агро у нас вот из того что осталось там 40 процентов российских там из этих 40 процентов тоже 60 процентов имели старообрядцы то есть они завода на урале ставили они здесь даже эти красильщиковых это они входили в единую церковь но были старообрядцы так уж вот тогда возможность тогда такая появилась и поэтому ощущение толстого что вот тот патриотизм который в развивается как форма управления населением он есть рабство ну так это дальше и оценивалось недаром ленин его назвал зеркало русской революции то есть в него смотрелись и видели себя и понимали что дальше делать вот как изменяться в этом плане и он оказался прав и такой патриотизм оказался губителен для россии потому что обученные подчиняться можно так сказать безоговорочно власти в том числе с помощью патриотизма оказалась страна в некой такой ловушке управления этой властью и власть пришла к первой мировой войне в которой извините меня погибло 14 миллионов русских мы говорим вторая мировая война страшно а первую мировая война за несколько лет три года 14 миллионов тоже страшно и и там другим образом люди убивались и и все остальное но шли то с патриотическими чувствами воевали с патриотическими чувствами и все и все думали о том что это патриотизм пойти из россии в другую сторону и воевать за родственника царя но не в этом конечном итоге дело я не считаю что вот такой хороший патриотизм является рабство то здесь смотря что оценивать какой патриотизм называть и здесь я так понимаю что толстой то именно вот этот можно так сказать официальный патриотизм так назвал поскольку сам все равно звал к определенному патриотизму но в другой форме ругая церковь которые в действительно была извращена так мы можем сказать поскольку уже я кронштадтский говорил что служить можно так сказать некому но в общем и она действительно была почина государственной церковь деньги от государства получала чтобы все строить так далее все остальное и поэтому в большой степени не работала как так как нужно он его критиковал он критиковал желание воевать вот этот у него теория что никого не надо убивать толстовство и я тоже ее поддерживаю я уже неоднократно говорил что если бы послушали толстого все кого он критиковали ну может быть иногда не все что он там говорил нужно было потому что у него было какой-то такой вот лихое офицерство где он высказывался не совсем правильно или корректно но если бы его послушали то не было бы революции и не было бы гибели 400 миллионов русских человек вот я вам даже четырехсот пятидесяти вот я вам тоже официально это говорю потому что к 1900 году менделеев посчитал развитие россии и написал статью о том что к двухтысячному году в россии будет 600 миллионов человек 600 миллионов насколько говорят 140 миллионов но 460 миллионов не досчитались во первых погибших почти 100 миллионов и недорожденных еще 300 с лишним миллионов вот такой результат того патриотизма который видел толстой и который вот он таким образом раскритиковал если другой патриотизм он есть у всех в сердце то есть в большинстве случаев в сердце мы имеем патриотизм правильный правильный вот когда начинаем его знаниями какими-то и какими-то значит способами оформлять в эти знания разбираться с ним то бывают казусы начинает накладываться вот эти все знания друг на друга начинают портить сердечные свои порывы и патриотизм может превращаться в форму опять управления то есть я вижу партийные способы управления массами которые они привлекают и иногда вижу что именно патриотизм которые они представляют той или иной другой группе населения он искусственный и никуда не ведущий и в определенной степени еще и как раз то самое рабство которые и критикует в данном случае толстой я когда-то задумался лет наверное может шесть семь назад не знаю и написал заповеди настоящих патриотов я вам сейчас зачитаете 10 заповедей и вы можете попробовать их оценить или сказать можно быть патриотом по таким заповедям или нет итак заповеди настоящих российских патриотов россия мать твоя да не будет тебе родина другой кроме нее вот такая первая заповедь настоящего патриота у меня то есть правильно сейчас закладывают в конституцию что запрещено двойное гражданство будет для чиновников вот я 7 лет назад высказал что с двойным гражданством человек не может быть патриотом называться патриотом не может поэтому все никакой другой родины не должно быть у человека не сотвори себе кумира из страны другой и не почитай ни товаров ее не денег ее не богов ее и да не поклонишься им и не послужишь им вот вторая заповедь моя такая да товары иногда хорошие полезный вот смартфон у меня это все не наше но я то говорю не поклоняйтесь им не молитесь на такие товары на деньги зеленые там и все остальное главное не быть им служителем третье не хули родину свою нигде и никогда ни народ ее ни культуру ее пусть будут все слова и дела твои на пользу ее вот такая третья моя заповедь помни праздники свои и не забывай в них чтить родину твою праздников у нас много честно говоря у нас православный календарь весь состоит из праздников каждый день мы чего-нибудь празднуем но есть еще и другие и они позволяют нам чтить родину вспоминать о тех кто в этих праздниках упоминается и мы видим вот последние дни такой же праздничную обстановку пятое чти народ родины твоей богатство недри ее природу и красоту ее здесь понятно все что у нас есть это наше богатство и это нужно почитать и стараться чтобы это не убывало размножалось не убивай народ родины твоей нигде и никогда это важная заповедь для предотвращения гражданских войн причем видите я сказал что нигде и никогда поскольку сейчас распространилась вот такая война во всем мире мы знаем что в том же игил воюет несколько тысяч россиян и вот представляете россияне против россиян встали в том в том числе там и они получается те кто туда ушли и там начали организовывать убийство они никак не патриоты своей родины нет сам с обратной стороны уж извините я поддержу то что наши войска по просьбе сирийского президента и правительства туда пришли и защищает этот народ правда если бы они так не сделали там давно уже все было захвачено седьмое рожать детей своих от женщин и мужчин родина твоей на земле твоей для страны твоей мне кажется важная такая заповедь потому что когда мужики уезжают или женщины другое место рожает потом и мучаются вот от того что не от своего родили это конечно не патриотично восьмое не будь вором жуликовым бандитом в родине своей ну вы понимаете какое количество населения эту заповедь говоря о патриотизме не соблюдает как среди чиновников так и не чиновников не клевещи на народ твой земляков родственников друзей ближних твоих девятая заповедь и клевещи не придумывая не создавая им лишних как говорится плохих образов не знаю о том есть они или нет это очень серьезная заповедь потому что сейчас только народу работает на врага пытаясь значит поддержать его клевету всяческую и так далее под видом правда иногда о правда я патриот я правду раскрываю откуда ты знаешь что это так ты вот вот точно знаешь что это именно так или услышал у кого-то или придумал вот как поэтому я считаю что от факты которые знаешь можешь высказывать как критику как критику патриотичную а если не знаешь что это клевета все что ты говоришь на другого ну и десятая заповедь не бойся никого и ничего настоящего патриота вот такие мои заповеди патриотов и я еще раз отвечу на то высказывание толстого что он во первых выговорил это в определенных условиях и об определенной форме патриотизма и поэтому не все что называется патриотизмом является патриотизм вот такое мое мнение все помоги всем господь здоровья всем радости аминь